Роль ведущей церемонии открытия 19-го фестиваля «Окно в Европу» досталась в этом году актрисе Лянке Грэу. Она тепло приветствовала гостей кинофорума, выразил благодарность зрителю за любовь к искусству кино и преданность традициям. О вере в могущество российского кинематографа говорил в этот вечер со сцены и президент фестиваля Армен Медведев. Руководитель департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации Вячеслав Тельнов отметил в своем выступлении, что фестиваль «Окно в Европу» не только выстоял в непростых условиях современности, но и получил заслуженный авторитет. Он пожелал фестивалю процветания, а зрителям – интересных просмотров и разнообразной насыщенной программы. Затем на сцену поднялись все составы конкурсного жюри. В этом году исполняется 80 лет со дня рождения одного из учредителей Выборгского кинофорума и большого его друга Микаэла Таривердеева. Его слова, сказанные в одном из интервью в 1994 году, стали пророческими. В России вновь снимают кино про людей и для людей. Это наглядно доказал фильм «Открытие. Пять невест» молодого режиссера Карына Аганесяна. Ленту представили сам режиссер и актриса Юлия Пересиль. Авторам удалось создать удивительно человечную картину. В мае 1945 года счастливые воины-победители, дошедшие до Берлина, готовятся вернуться домой. Но начальство не спешит отпускать их на родину. Этим обстоятельством очень расстроены бравые летчики-истребители. А война-то кончилась. Нужно думать о девушках, о любви. Мужики, а давайте любовь выпьем. Да, милка. Да он жива. За любовь? А я за Настюху. Грандиозный план по обретению жен рождается буквально за ночь. Герой Данила Козловского, которого отправляют в краткосрочную командировку в Россию, должен найти невест для своих боевых товарищей и жениться от имени каждого из них. На все про все у него одни сутки. После премьеры Карына Аганесян признался, что работа на площадке превратилась для всех членов съемочной группы в праздник. Юля не даст солгать, потому что на самом деле на площадке было ровно так же, как сейчас в фильме. Добрая атмосфера была. Все хотели делать что-то очень доброе и свеклое. И, наверное, в таком фильме сниматься, это счастье. Ну, на самом деле, всегда очень страшно. Знаете, очень страшно, потому что у нас были такие прекрасные съемки. Всегда очень страшно посмотреть результат. Вот я сегодня смотрю второй раз. Спасибо, что и результат, и процесс был таким крутым. Мне очень-очень понравилось. Здорово. Понравилось особенно... Вообще все понравилось. Сценарий и музыка, артисты вообще замечательные все. Такие яркие, эмоциональные. Так этого не хватает вообще сейчас. И самой, наверное, хотелось бы тоже, да, в таком фильме? Да, да. Добрая история. Я всегда за добрые истории. Прокат «Картина «Пять невест»» выйдет в сентябре этого года. Наталья Березовская, Александр Сорокин, медиагруппа «Наш город».